Итак, вредный совет для любого продакт-менеджера — это ставь задачи без обоснований. Ну, ты менеджер, ты знаешь, а команда пусть там разработка, код пишет, дизайнеры картинки рисуют. Что в конце концов? Зачем им нужна лишняя информация? И вы знаете, вот у нас в Рамблере примерно год назад была такая история, что не все наши подразделения работали продуктовыми командами. Некоторые работали такой, ну, а-ля заказной разработкой. И как раз вот примерно так и происходило. В разработку, в дизайн задачи прилетали просто вот из-за задачи. Делайте. А зачем она? Как она повлияет на бизнес? Как она повлияет на пользователей? Об этом вообще никто не думал. Нет, конечно, в некоторых подразделениях были нормальные продуктовые команды, где все со всеми разговаривали, но часто было вот так. В общем, не делайте так, пожалуйста, дорогие менеджеры. Всегда говорите со своей командой, всегда рассказывайте им о том, как тот продукт, который… То есть есть такие ситуации, когда один продукт равно компания. Бывает, когда продуктов в компании много и очень важно рассказывать не только конкретно про ваш продукт, но и про стратегию компании в целом. Какое место в этой стратегии занимает ваш продукт? Почему то, что вы делаете, важно для всей команды, для всей компании? И это обязательно нужно коммуницировать и в разработку, и в дизайнеров, и во всех остальных, во всю остальную команду, с которой вы работаете. Дорогие разработчики, дорогая команда, дорогие дизайнеры, ваш менеджер может быть не идеален. Ну, правда. Но вы можете ему помочь вырасти и… Ну, он поможет вырасти вам, а вы поможете вырасти ему. Задавайте вопросы. Ну, серьезно, не бойтесь. Он мог просто забыть, он не специально. Вот. Он мог заработаться, я не знаю, у него могло быть плохое настроение. Ну, правда, возьмите и спросите. Что, вам жалко, что ли? А еще есть такой момент, что… Ну, вот разработчики, дизайнеры, они считают, что они выше встреч. Вот встречи — это все для менеджеров. Вот пусть они там сидят. Знаете, вот эти вот шутки про то, что не хочешь работать, собери совещание. Ну, все мы, да, вот это знаем. Так вот, всякие встречи, совещания и планирования — это не всегда плохо. Ну, не игнорируйте, приходите, и тогда вы больше узнаете про тот продукт, который вы делаете, и, возможно, вам станет веселее его делать. Следующий вредный совет, он, в общем-то, вытекает из предыдущего. Ну, бизнес — штука сложная, среда меняется. Еще вчера как бы в Safari шарил куки, и вообще все было хорошо, а уже сегодня он все это запретил, и надо что-то с этим делать. У нас же single sign-on, нам нужно, чтобы везде все работало, в разные сайты все были залогинены. В общем, среда меняется, и приоритеты бывают, что тоже меняются. И если это происходит внезапно, срочно, то менеджер часто влетает в команду и такой все, все бросаем, все вообще, все бросаем, новая задача с новым ROI, гораздо выше предыдущего, делаем. Но это хорошо, если он сказал, что ROI выше, и поэтому все бросаем и делаем. А так-то обычно часто не говорят, а просто все бросаем, делаем другое. Ну, как бы это жутко демотивирует, дико демотивирует. И, в общем, если приходится так делать, ну, пожалуйста, объясните, почему. Ну, вы же не просто так это решили. У вас же, скорее всего, есть какое-то обоснование. Более того, если вдруг в ходе подготовки этого обоснования вы поймете, что оно не такое уж и железобетонное, и ваш темлит, ну, как бы скажет, что-то булшит какой-то, то, возможно, и не стоит сейчас менять приоритеты, да, ну, мы же доделаем. Ну, и, в общем, команде тоже, ну, всякое бывает, да. Я начала с того, что наш рынок айтишный, он очень быстро меняется. И, ну, в компании могут происходить разные изменения, бывают сложные, бывают, наоборот, хорошие времена. И для начала попытайтесь разобраться, а почему поменялись приоритеты? Да, вы все запланировали, у вас был четкий план. Конечно, по плану гораздо приятнее идти, но, может быть, действительно что-то такое случилось, что надо прям напрячься и поменять. Ну, как бы спросите. Если менеджер не рассказывает, спросите у него. Возможно, он вам что-нибудь хорошее расскажет и интересное, самое главное. В общем, следующая штука тоже тесно связана с предыдущими. Ну, мы, продакт-менеджеры, да, мы постоянно находимся в движении, мы постоянно общаемся с пользователем, смотрим какие-то метрики, аналитики. И да, действительно бывает так, что продуктовые требования написаны, они ушли в работу, часть задачек сделана. Возможно, возможно, да, мы движемся даже уже к концу релиза. И тут вдруг мы понимаем, что можно было сделать по-другому, можно было сделать лучше. И пользователи не совсем этого хотели, как бы там чего-то другого. Ну и опять же продакт прибегает и говорит, так, все, формулировка задачи неправильная, давайте сейчас переделывать, делать по-другому. В общем, ну, как бы не надо так, не надо так делать. Во-первых, трезво взгляните обязательно на те изменения, которые вы вдруг решили вносить. Возможно, возможно, что-то можно поправить после запуска и дать команде спокойно доделать и выпустить уже релиз. Возможно, опять же, вам стоит подождать и переспать с теми новыми вводными, которые у вас появились. Возможно, они снова не совсем валидны, и вы снова поймете, что что-то не так и вернетесь к первоначальному плану. В общем, выдыхайте, да, и не забывайте считать. А действительно ли вот это изменение концепции даст столько профита, что стоит потратить еще кучу времени дизайнеров или разработки на то, чтобы переделать то, что уже там наполовину сделано. Ну и аналогично, да, к команде спрашивайте, в чем проблема. Предлагайте, возможно, свои какие-то более дешевые решения так, чтобы все поправить. Ну и опять же, да, предложите попробовать, ну, поисправлять, позаниматься этим после запуска. Ну это тоже нормально, ничего плохого в этом нет, если различия не кардинальные, все можно всегда изменить, спокойно выпустить релиз, а потом итерационно все доработать. В общем-то в этом, во многом в этом и есть смысл product management. Следующий слайд. Вот здесь уже очень круто, что передо мной выступал Денис. Он про это говорил, про это же говорил Миша Танский в своем докладе час назад. В общем, знаете, вот у многих, да вообще у многих людей живет внутри вот этот перфекционизм. Да, вот нужно сделать идеально, а так, ну, если не идеально, то это все плохо, все пропало и так далее. Не забывайте про MVP, не забывайте про то, что нормально делай, нормально будет, вот, и не забывайте про то, что все-таки лучший враг хорошего. Ну и опять же, всегда все можно доработать потом. Ну, редко когда бывают такие прям штуки, которые вы выпустили, и совсем все никак. Но, но, всегда есть какие-то но. Бывает, что речь идет не о том, что нужно все делать идеально, бывает речь идет о том, что есть какие-то, ну, действительно риски. Там, ну, я здесь привела в пример юридические и финансовые риски. Да, действительно, если в какой-то там части у вас идет какое-то легкое даже несоответствие законодательству, ну, или там, я не знаю, есть риск утечки персональных данных, то, да, то в этом случае нужно сделать идеально, да, ну, то есть нужно доработать, нужно там допилить, чтобы эти риски минимизировать. Ну, а так, в принципе, все можно всегда исправить. Ну, и команда традиционно, да, выдыхаем и задаем вопросы. В общем, общение, общение, еще раз общение. Ну, и всегда совместная выработка какого-то плана по доработкам, она тоже всегда работает. Это мой любимый слайд. Про него у меня есть целых две истории. Значит, первая история, она такая из жизни. Приходит у меня новый менеджер в команду, начинает делать с ними продукт, ну, и буквально там на первой же встрече начинает разработчикам рассказывать, как должна выглядеть архитектура будущего сервиса. Ну, в общем, тимлиды это слушают, терпят, еще одну встречу терпят, сами делают по-своему, разумеется. Ну, и, в общем, в какой-то момент не выдерживают и говорят, так, чувак, короче, давай, ты будешь архитектуру делать, а мы пошли продуктовые требования писать. Нормально? Подойдет тебе так? Ну, в общем, понятно, что ребята обиделись, разозлились и вообще. Ну, а вторая история, это такой анекдот, когда тоже приходит менеджер к своему тимлиду и говорит, слушай, а давай на нашем проекте использовать HTTP 2. Тимлид такой говорит, а зачем? Он говорит, ну как ты что, это же оптимизирует. Подожди, что оптимизирует? Какую задачу ты решаешь? Что менеджерам говорит, слушай, давайте расскажу, как работает HTTP 2. Ну, вот представьте себе, да, вот лицо руководителя разработки, который вот такое вот слышит. В общем, очень часто бывает, что продакт-менеджеры, они сами бывшие разработчики. Бывает, что продакт-менеджеры, бывшие дизайнеры. И в этом случае очень хочется своей команде, там, своей разработке, своим дизайнерам пытаться навязывать какие-то решения, которые тебе кажутся правильными. Ну, слушай, ну перестань, ну не надо так делать. Но, как бы, это твои люди, ты им доверяешь, а если ты им не доверяешь, зачем ты с ними работаешь? Ну, может, тогда стоит, как бы, поставить вопрос о том, чтобы как-то поменять команду, может быть. В общем, ну, уважайте своих коллег, не надо пытаться диктовать разработки технические решения, не надо пытаться диктовать дизайнерам, ну, какие-то свои интерфейсные решения, не надо объяснять юристам, как правильно должен быть составлено пользовательское соглашение, и тогда они не будут, как бы, ну, тоже диктовать вам, что делать. При этом речь не идет о том, что, там, не надо с ними это обсуждать. Конечно, нужно. Ваши идеи, как продакт-менеджеры, они очень важны, нужны, и, ну, постарайтесь просто делать это не в виде каких-то, не в виде какого-то навязывания или вот спускания этих решений сверху. Ну, потому что бывают такие структуры компаний, да, где продакт, он как бы вот прям главный, в принципе, может там стукнуть кулаком по столу и сказать, типа, я начальник, ты дурак, делай, как я скажу. Ну, а к разработке тоже, да, ну, большая просьба, следите за рынком. Знаете, очень сильно продакт-менеджеров злит, когда тут, вот я вам просто могу, да, вот тоже рассказать, очень сильно злит, когда ты приходишь к разработке и говоришь, ребят, мне нужно, чтобы было, ну, вот так и вот так и вот так. А тебе говорят, нет, это невозможно, ну, так сделать нельзя, да, ну, вообще никак. Ты говоришь, ну, камон, ребята, ну, вот же, там, открываешь, там, одних конкурентов, там, других конкурентов, ну, или не конкурентов, просто какие-то дружеские сайты. Говоришь, слушайте, ну, они же смогли, ну, чем мы хуже. Вот, в общем, дорогие разработчики, дизайнеры, прежде чем сказать это невозможно, ну, возьмите тоже, изучите рынок, изучите кейсы, следите за технологиями, потому что, если ваш продукт настолько классный, что он следит за технологиями, блин, вам же ужасно повезло с ним работать. Ну, не надо с ним ругаться, старайтесь быть просто лучше, чем он, и все, и будет у вас все хорошо. Ну, и теперь обратная сторона медали, обратная сторона того, о чем я говорила только что. Есть другая крайность, есть крайность, когда менеджер считает, что он менеджер, и, в общем-то, там, технические нюансы работы его продукта, это вообще не его дело, его это не касается, сами как-нибудь разберутся. В общем, это тоже не очень. Я понимаю, что бывает сложно, я как гуманитарий точно знаю, насколько сложно бывает разобраться в том, что вы делаете. Я когда пришла в команду разработки API Яндекс.Карт, я просто когда пришла в Яндекс, я была менеджером API Яндекс.Карт. Я пришла из хостинга, я знала тогда много страшных технических слов, но они все были другие. Вот, а тут меня встретил прекрасный мир не просто джаваскрипта, еще и прекрасный мир картографии. Оу. В общем, по ночам я читала Википедию, за коллегами ходила, записывала незнакомые слова, и огромное спасибо, да, моей команде, что она меня поддержала, ну, моей тогдашней команде, она мне помогла. Точно так же, когда я пришла в Rambler делать авторизацию, я совершенно обалдела. Ну, просто я когда приходила, я думала, что авторизация, это, знаете, там формочки регистрации, логины. Думаю, прикольно, продукты на авторизацию берут. Вот, сейчас приду, просто халява, буду сидеть и ничего не делать. Вот, а оказалось, что когда ты делаешь систему авторизации, особенно кросс-доменную, особенно так, чтобы единый логин был на всех сайтах, и все между собой работало кросс-доменно, ты понимаешь, какой там, ну, гигантский технологический стэк под этим, под всем лежит. Ну и снова, здравствуй, Википедия, по ночам. Так вот, дорогая команда, будьте такими же классными, как вот мои ребята, что в API Яндекс.Карт, что мои ребята, моя разработка в Рамблере, помогайте своему менеджеру разобраться, ну, если он где-то не разбирается, то, что он в принципе хочет разобраться, то, что он в принципе стремится к этому, это уже говорит о том, что у вас классный менеджер. И даже если его вопросы кажутся глупыми, помогите ему, потом будет проще. Потом он сможет огромную часть работы, там, по консультированию других, там, смежных подразделений, он просто возьмет на себя и с вас это снимет. Рассказывайте ему, объясняйте. Вот. В общем, следующая ошибка, которую часто любят допускать менеджеры, это когда они надеются, что, ну, оно как-то само. Да, бывает, что оно как-то само. Например, там, вы забыли, ну, вот если, почему эта картинка здесь, да, ну, вот забыли вы написать, что телефон должен быть кликабельным, а не картинкой. Ну, вы забыли, в требованиях не прописали, но у вас классный фронтендер, он вас подстраховал и сделал все сам, и оно все заработало. Да, здорово повезло, но вообще-то вы должны про это думать. В общем, ну, это типа одна история, да, когда просто забываешь про какие-то штуки. Другая история, когда проблема кажется настолько мерзкой, настолько противной, настолько может быть сложной или требует общения с неприятными людьми, ну, что просто не хочется заниматься. И мы откладываем, 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 а перед самым релизом выясняется, что у нас нет пользовательского соглашения, например. Ну, просто потому, что очень не хотелось идти к юристам, прям. Вот. В общем, проблемы никуда не деваются, и если вы их не порешали заранее, то к релизу у вас ко всей прочей суматохе добавится еще и разруливание вот того, что вы откладывали все это время. И в этом месте у меня вот для команды такой довольно суровый слайд. Если вы видите какую-то проблему, которая вам кажется серьезной, ну, вот правда серьезной, а ваш менеджер после третьего, пятого напоминания продолжает ее игнорировать и не начал еще заниматься решением этой проблемы, ну, эскалируйте. Ну, не надо бояться, потому что, правда, вы огребете потом. А если проблема хотя бы чуть-чуть техническая или связана там с какими-нибудь партнерами, смежными подразделениями, сейчас мы к этому перейдем, то проблема в том, что перед релизом разруливать ее придется вам. Вот. Так что лучше заранее его попинать и направить на путь истинный. Есть еще одна штука, которую я видела у ну, либо неопытных, либо не очень хороших продакт-менеджеров. Это такое, знаете, затягивание. Ну, потому что многие люди считают, что действительно, если у людей стоит жесткий дедлайн, то они начинают лучше, быстрее работать. А если команда еще вовлеченная, ответственная, то тогда ты вообще там думаешь, о, на выходных выйдут и тихонечко, пока никто не отвлекает, все быстренько запилят. Не надо, не надо так делать. Вы опять не успеете, вы создадите лишний, ненужный стресс для своей команды, а вы должны их беречь, холите лелеять. Вот. Ну и в принципе, вот, знаете, я все время делаю как? Вот как только на горизонте появляется какая-то новая задача, ну, например, коммерция еще даже не продала спецпроект. Она только спрашивает у меня, реально ли сделать такой спец. Я уже в этот момент иду к команде и говорю, слушайте, есть не нулевая вероятность, что коммерция продаст вот такой спец, и нам нужно будет его делать. Делать пока ничего не нужно, просто имейте в виду, что это может прилететь. И таким образом люди уже готовятся там и к смене приоритетов, и к смене планов, ну и в принципе там в голове уже начинает выкристаллизовываться там какое-то решение задачки. В общем, как только узнали про задачу, лучше сразу поговорить о ней со своей командой, ну или хотя бы с ним ледом. Вот. Ну, а совет команде, да, если прилетают срочные задачи, не бойтесь, не стесняйтесь спрашивать, почему такая срочность. Возможно, этот вопрос, он сам немножко встряхнет вашего менеджера, он подумает, действительно, почему такая срочность, зачем я, ну как бы вот этот устраиваю стресс. Ну, а если вам приходится работать вообще всегда в авральном режиме, я тут на слайде написала, бегите, ну, конечно, не нужно бежать, просто поднимите этот вопрос, да, спросите, а почему у нас всегда так, ну, давайте лучше планировать, давайте придумаем какой-нибудь новый способ планирования, давайте, ну, давайте что-то делать. Жить в постоянном аврале весело, прикольно, только первые, ну, я не знаю, там, три месяца. Потом от этого устаешь и морально, и физически, и вообще всячески. Следующая история — это преждевременные оптимизации. Вообще я подсмотрела вот эту историю с преждевременными оптимизациями, опять же, у разработчиков пара-тройку лет на Яке, пару-тройку лет назад, нет, вру, лет 5-7 назад, на Яке один из разработчиков моей команды как раз делал доклад про преждевременные оптимизации JavaScript кода. Ну и, в общем, в продакт-менеджменте тоже некоторые юные, неопытные, ну, или не очень хорошие менеджеры любят скатиться в преждевременные оптимизации, прежде всего, в преждевременные автоматизации. И я проговорю про это, потому что я это видела, но вообще любые преждевременные автоматизации, оптимизации, они противоречат базовым принципам продакт-менеджмента, о которых, ну, только ленивый еще не рассказал, да, прежде чем что-то автоматизировать, проверьте, попробуйте поделать это вручную, возможно, это не будет повторяться. А то, знаете, там приходит продакт и говорит, а давайте мы вот, у нас тут один из клиентов захотел, давайте сделаем срочно настройку в личном кабинете. Ну, а настройка в личном кабинете — это вот столько работы. Вот, возможно, у вас вот это был первый, единственный случай, больше никому это не понадобится, и эту операцию вполне можно сделать сейчас вручную, ну, а потом как бы уже не возвращаться к этому. Ну, и точно так же, да, для команды, если вас просят что-то автоматизировать, да, спрашивайте, выясняйте, насколько это будет часто повторяемое действие. Возможно, вам самим проще сейчас как-то быстро каким-то там, ну, что-то накостылить, да, и вообще проверить. Возможно, что вы к этому никогда больше не вернетесь, и, ну, все, ну, это забудется. Чем вы сейчас потратите уйму времени на то, чтобы там придумать сложную автоматизацию, которая бы все это делала без вас. Следующая история — это история про зависимости, это история про смежников и партнеров. Расскажу тоже смешную историю, которая на самом деле дико грустная. В одном дружеском сервисе решили запилить фичу. Ну, там решили… Так, я сейчас как-нибудь, мне нужно, чтобы вот NDA никаким образом никого не подставить. Ну, в общем, был некий партнерский сервис, и решили запилить онлайн-оплату. Но для того, чтобы эта онлайн-оплата, ну, заработала, партнер, который предоставляет конечную услугу, тоже должен был уметь принимать эти онлайн-платежи. И вот прибегает продакт, все решили, что нужно эту онлайн-оплату сделать срочно, прям, ну, предположим, к чемпионату мира по футболу, да, там две недели до него остается. И, в общем, продакт прибегает в команду, рассказывает про онлайн-платежи. Все такие, да, супер онлайн-платежи. Ну, как бы тут даже ничего обосновывать не надо. Конечно же, онлайн-платежи лучше, чем все остальные платежи. Команда бросает все задачи, реально проникается важностью. Лучшие люди выделяются на задачу, и к пятнице уже все работает. готовы катить в прот. Вот. Ну, и нужно провести полный цикл тестирования уже вместе с партнером, естественно. Ну, и в этот момент выясняется, что у партнера реализация этой задачи займет не меньше трех недель, а приступить они к ней могут только через две недели. Ну, классно сделали. Сделали фичу, молодцы. Лучшие люди, опять же, были брошены на задачу. В общем, на самом деле это задача менеджера выяснить, как там дела у партнеров, что они готовы делать, что они не готовы делать, в какие сроки. Ну, и это все тоже нужно согласовывать и учитывать при своем планировании. Чем продукту в этом месте может помочь команда? Ну, во-первых, реально вы можете составить список, вы можете прям составить список тех вещей, без которых релиз не состоится, и эти вещи от вас не зависят. Ну, типа эти вещи зависят только от партнеров, смежников и так далее. Ну, в общем, вот. А если вы как бы примерно понимаете, о чем идет речь, то вы можете еще и прикинуть эти сроки, ну, этих доработок на стороне партнера и сказать, там, слушай, Катя, ты хочешь, чтобы мы это сделали за два дня, но какой в этом смысл? Ведь на той стороне это будет происходить, там будет делаться не меньше двух недель. Ну, может быть, ты там поговоришь с ними, уточнишь, и мы все-таки скорректируем сроки. Это нормально, это классный диалог, и это очень помогает в работе и вам, и вашему менеджеру. Ну, и в общем, резюмируя, да, я постоянно говорила общайтесь, общайтесь, общайтесь. Не бойтесь уточнять, не бойтесь задавать вопросы. Мы все люди живые, мы забываем, мы… Ну, всякое бывает, в общем, вот. Так что не бойтесь задавать вопросы своей команде, команды, не бойтесь задавать вопросы своему менеджеру. Чем чаще вы разговариваете, чем более открытые дверительные у вас отношения, тем легче вам будет наладить реально классный процесс и делать классный продукт. И каждый день вы будете бодро, весело идти на работу, и вам будет радостно и приятно от того, что вы увидите этих людей, и вы будете вместе с ними продолжать делать крутые штуки. В общем, у меня на этом все. Спасибо большое. Спасибо, Катя. Вопрос. Давайте из зала. И если кто-то стесняется, пишите в приложение, потому что там сейчас чего нет. Так, первая рука была там. Сорян. Спасибо за доклад. Хотел бы узнать, как вы отдыхаете, как вы планируете свой отдых и в режиме такого, я не знаю, дедлайна, не дедлайна, как вы относитесь к отдыху ключевых сотрудников вашей команды? Спасибо. Спасибо. Смотрите, у меня 4,5 года назад родился ребенок. И моя жизнь радикально изменилась, потому что если до этого у меня всегда было бесконечное количество времени, то есть я могла до 11, до 12 сидеть на работе, мне это по кайфу было, я получала от этого удовольствие. Опять же, все прекрасно знаете, что как только в 9 вечера пустеет офис, начинается самая продуктивная часть дня. А когда у тебя появляется маленький ребенок, тебе нужно в 7 вечера закрыть ноутбук, встать и пойти отпускать няню, потому что иначе у тебя ни няни не будет, ни ребенка по сути дела тоже. И в этот момент вот этот work-life balance, он как-то сам так нормализируется, и как-то ты в свои 8 рабочих часов начинаешь успевать то, что раньше делал за 12. Вот. Facebook автоматически закрывается, знаете, там Jira автоматически открывается с Excel. В общем, я отдыхаю со своей семьей. Вот. Ну и плюс я не очень понимаю, знаете, вот эту историю про нас не пускают в отпуск. Ну, то есть если у вас люди не ходят в отпуск, то кажется, через какое-то время, во-первых, с вашим P&L будет беда. Ну, то есть как бы вот. А во-вторых, если у вас люди не ходят в отпуск, то с вашими людьми будет беда. Так что я всегда очень радуюсь, когда мои ребята уходят в отпуск. Я очень радуюсь, когда мои ребята уходят в отпуск на две недели. А кадры как радуются, вы себе не представляете. Вот. Отдохнувшая команда сделает гораздо больше, чем застрессованная и авральная. Следующий вопрос. Катя, вот когда ты делаешь фичи со смежниками, подрядчиками и так далее, с теми, кого ты не видишь. Ты же все равно внутри холдинга коммитишься на сроки выхода всей фичи или нет? Ну, все зависит от того, зачем тебе нужно закоммититься. В первые свои полгода в Rambler я допустила… Ну, у меня есть квартальные KPI. Я допустила такую классную ошибку. Я себе в KPI вписала срок внедрения моего продукта смежного подразделения. Да, но все понимают, что было с моей премией в этом квартале. Вот. Ну, нужно договариваться, я не знаю. Мой вопрос. Есть ли средства влияния? Я тебе напомню потом. Есть ли способ влияния на эти сроки? Каким образом ты… Если такое есть, что ты коммитишься, то есть ли способ какое-то влияние? Если… Знаешь, ответ звучит… Даже 2x не работает. Даже 2x не работает. Я понимаю. Ответ звучит так. Если есть способ влияния, то я коммичусь под сроками. Если я понимаю, что способа влияния у меня нет, я просто оставляю время, ну, на эту задачу, ну, так я держу в уме, что она может прилететь. Ну, точнее, если смежное подразделение все-таки начнет интеграцию в те сроки, в которые она обещала, моей команде нужно будет, ну, там, плюс-минус все бросить, да, и начать им помогать. Если нет. А если нет, то у нас будет больше времени для того, чтобы делать те фичи, у которых нет зависимостей. И потом, когда те внезапно сделали то… То мы бросим то, что мы сделали в этот момент, а мы уже сделали достаточно, и начнем им помогать. Вот тут Женя сидит рядом, она про это все знает. Вопросы? Ага. Екатерина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, моя команда, моя команда, а как выглядит ваша команда? Ну, вопрос в том, что, например, вот дизайнер или, например, я не знаю, чем вы занимаетесь, ну, SEO-шник, там, маркетер, да, они являются частью вашей команды в выделенном режиме или вы аутсорсите это где-то, ну, в том же Рамблере, но где-то в другом подразделении. Что для вас команда? И как вот вы в Рамблере и в Яндексе как-то выглядит? Для меня, вот лично для меня, моя команда – это ровно те люди, с которыми я работаю по данному продукту или проекту. Если для данного продукта или проекта нужен SEO-специалист, и даже если он у меня шареный, и, ну, я его использую просто как консультанта, я все равно считаю его своей командой. То есть, моя команда – это все люди, благодаря которым продукт будет классным, там, релиз случится в срок и так далее. Вот. И вот сейчас, да, ну, поскольку я как бы там, ну, не продукт какого-то одного продукта, а все-таки там директор по продуктам, то у меня очень много моих команд. Ну, у меня есть моя команда в одном продукте, моя команда в другом. То есть это все разные мои команды. Ну, и, собственно, вот этот дизайнер там или SEO-специалист, он на стендапы ходит и так далее, да? А, если вопрос про стендапы… Ну, и в том числе по процессу. Ой, больное. Нужно смотреть. Ну, то есть, смотрите, например, если у вас админ шарится на 10 команд, и если он каждой команде будет ходить даже на 10-минутные стендапы каждый день, то 10 на 10 – 100 – это у него почти полтора часа уйдет… А, больше полтора часа. Я гуманитарий. Ну, понимаю. В общем-то, у него 100 минут в день будет уходить просто на то, чтобы ходить на все эти стендапы. Ну, это довольно больно. Поэтому кажется, что если вот конкретно говорить про стендапы, которые ежедневные, да, то, в принципе, их можно делать каким-то основным костяком команды, а смежников привлекать только в том случае, если вы как менеджер понимаете, что вот сейчас нужно обязательно обсудить вопрос, связанный с ними. Вот. Если же у вас, например, настроено еженедельное планирование, ну, еженедельные стендапы, скажем так, но это уже не совсем стендапы, то тогда, в принципе, наверное, можно… Ну, короче, основной мой поинт в чем? Уважайте время других людей. Если вы понимаете, что они могут потратить это время на вас, ну, попросите их, пусть они потратят. Вот. Если, ну, как бы нет, то можно это делать точечно и вот просто призывая человека в те моменты, когда он действительно нужен. Ну, про тех ребят, которые шарятся, разумеется, я сейчас говорю. Окей, да, можно лично. Ну, или в чатик там я посмотрю. Да, в чатике до сих пор не появилось вопросов. Вопросы из зала еще, друзья. Спасибо за доклад. Я хотел спросить, как у вас в Рамблере обстоит дело с семейными отношениями в проекте? Когда я говорю семейные отношения, я говорю про переработки. Я уже сейчас просто хотела рассказать, как мой дизайнер в Яндексе стал моим мужем, вот, а тут про переработки. Но я уже… Я еще, я поясню, немножко раскрою, чтобы вы поняли. Все мы профессионалы и нам платят ровно столько, сколько мы и зарабатываем. Но когда менеджер выстраивает такие семейные отношения, ты должен переработать. А ты говоришь, ну, мне должны, наверное, заплатить. А он тебе говорит, нет, ну, как бы твой косяк. И как вот в Рамблере обстоит с этим? Я не буду говорить за весь Рамблер. Я вот за себя, да, готова ответить. В общем, я начала свой рассказ с того, что очень круто, когда команда делает продукт. То есть, когда каждый член команды, будь то там тестировщик, разработчик, админ, он чувствует свою личную персональную ответственность за продукт, который он делает. Вот это хорошо. Тогда человек, чувствуя ответственность, например, за какую-то недоработку в продукте, сам, ну, и с удовольствием, скажем так, задержится, чтобы ее исправить, потому что это недоработка в продукте. Вот это я считаю здоровым и хорошим. Когда менеджер, пользуясь своими близкими, там, дружескими отношениями с командой, начинает свои косяки планирования перекладывать на плечи команды, это, мне кажется, вообще не здорово. Но, то есть, правда, есть очень харизматичные менеджеры, в которых влюбляется команда, и которые, правда, могут ездить на команде, на своей. Но вот мое личное мнение, что это не классно, не здорово, и долго так длиться не может. Это неправильно. То есть, если речь идет о каком-то разовом аврале, когда действительно нужно задержаться, доделать, что-то там сделать, и я вижу, что команда вовлечена, команда готова на это, ну, потому что надо, вот мы тут делаем всеобщее дело, ну, как бы, ну, и ок, ладно. Если я понимаю, что произошел какой-то системный сбой в планировании, если я понимаю, что нужно, ну, срок релиза подвинуть нельзя, нам нужно обязательно в него успеть, а для того, чтобы в него успеть, нам нужно всем вместе выходить, работать по выходным, то тогда я считаю, что это должно дополнительно оплачиваться, ну, потому что вот. Я ответила? Да? Здравствуйте. Привет. У меня такой вопрос. Вот те правила, про которые вы рассказали, ну, или, может быть, не правила, а просто хороший тон. Они работают в идеальной системе. Менеджер все предусмотрел, команда все молодцы, все подстраховали друг друга, задали правильные вопросы. Что происходит, если это не так? Что вы в компании делаете, чтобы это стало частью ДНК? Ну, кто-то старается помнить про эти правила и всем, ну, напоминать. Ну, конечно же, естественно, мы косячим все. Ну, то есть у меня бы не появилось этих правил, если бы я не видела эти косяки регулярно вокруг себя. То есть как я готовила этот доклад? Я кинула клич по разработке дизайнерам, там, всем-всем-всем, сказала, расскажите самые адовые штуки, которые вы получали от ваших, там, продакт-менеджеров. Ну, от менеджеров, в принципе. Я собрала там кучу кейсов истории, как-то их генерализировала. А потом я, ну, там, всем тем же людям и даже там кругу шире разослала тезисы и говорю, посмотри, это вообще, ну, как ты считаешь, с жизнью, ну, как бы бьется. Вот. И в ответ я начала получать кучу там ржущих смайликов, там, история в my life, там, ну, вот это вот все. Ну, потому что это правда вещи, которые происходят в любой команде. В самой идеальной команде бывают такие косяки. Просто тут нужно всегда понимать, да, там, ну, осознание проблемы — это уже, там, сколько, 50, 70, я не помню, сколько-то процентов ее решения. Если ты понимаешь, что вот ты сейчас сделал так, и ты сделал неправильно, ну, ты ошибся, устал, просто что-то пошло не так, не знаю, всякое бывает, голова болит. Это нормально. Но это ок, мы все люди, мы ошибаемся. Но бывает такая история, когда человек не понимает, что он делает неправильно. И вот это вот, вот, наверное, вот, там, цель моего рассказа была там, показать, что вот это не очень правильно, и постараться как-то, ну, это доказать. Ну, или другая история, да, вот у какой-нибудь команды разработки продакт систематически приносит задачи без обоснований, но он вообще не рассказывает людям, ну, для чего они все это делают. Но они живут так, как бы, уже год, ну, и считают, что это норма. При этом что-то не нравится, все такие демотивированные чуть-чуть. Ну, скорее всего, по моему опыту, это так. А в чем проблема? Ну, там, люди, может быть, не понимают. Вот. И тут, как бы, там, моя задача была сказать, что нет, ребята, это ненормально, бывает по-другому, к этому можно и нужно стремиться. Вот, ну, то есть… Окей. Тут есть вопрос из приложения. Давайте сначала его. Ну, нормально ли ситуация, когда одна команда делает два и более продукта или лучше, чтобы у каждой команды был отдельный продукт? Ну, в идеальном мире самое классное, когда есть продуктовая команда, в которой есть выделенный дизайнер, выделенный тестировщик, выделенная разработка, выделенный, там, специалист по SEO, выделенный UX-ресерчер, выделенный документатор, выделенный аналитик. И вот все они делают один продукт. И у них есть выделенный продакт-менеджер, выделенный проект-менеджер, выделенный скрам-мастер. Я не знаю, какие там еще роли можно придумать. И юрист у них тоже выделенный, поэтому все всегда классно и вовремя. Вот. Но в этом мире, к сожалению, по улицам бегают единороги и текут кисельные реки в молочных берегах, ну, или как-то там наоборот. Ну, то есть, да, конечно же, классно, когда одна команда делает один продукт. Конечно же, классно, когда, ну, продакт-менеджер занимается одним продуктом. Но, к сожалению, в жизни все сложнее. К сожалению, в жизни есть ограничения по ресурсам. В жизни, ну, в жизни разное бывает. Вот. Поэтому, ну, все. То есть я не знаю, что еще ответить на этот вопрос. Окей. Прежде чем сейчас передам микрофон. Давайте проголосуем. Мы можем сделать 10-минутный перерыв перед следующим докладом. Надо ли нам его делать? Если надо, поднимаем руку. Окей. Аудитория не хочет отдыхать. Значит, продолжаем вопрос. Сам виноват. Да. Катя, спасибо за доклад. Такой вопрос. Да. Такой вопрос. А как вы разруливаете конфликты в команде? Есть технические конфликты, да, когда, например, технори спорят, как лучше делать фичу. Есть личные, когда, ну, люди, например, не сошлись характерами и там не любят друг друга. Вот. Как вы каждую ситуацию разруливаете? Интересно. Классный вопрос. Спасибо. В общем, с техническими конфликтами чуть проще, потому что у меня есть совершенно потрясающий технический директор. Я прихожу к техническому директору и говорю, Паша, у меня там технический конфликт. Давай ты поможешь. Он идет, своим авторитетом выясняет позиции сторон и своим авторитетом принимает единственное правильное решение. Ну, или как-то договаривается. Поэтому в этом месте я менеджер, у меня лапки. Если технического директора нет, то немножечко сложнее. Такой период в моей жизни тоже был. Тогда нужно… Я делала как? Я сажала этих прекрасных двух людей рядом и начинала задавать им вопросы, связанные не с особенностью технической реализации, а с… Ну, такие продуктовые вопросы. Ну, например, у меня была ситуация, когда там по поводу какой-то фичи, бэкэндер и фронтэндер, руководитель бэк и руководитель фронта спорили, на чем ее делать, на бэкке или на фронте. Вот. Я сидела и задавала им вопросы там из серии того, что, ребята, если мы эту фичу потом я захочу развить вот так, вот если мы сделаем на бэкке, и сколько нам будет стоить такая разработка, а если на фронте, сколько будет такая разработка… Ну, и вот такими вот вопросами, чисто менеджерскими, чисто продуктовыми, я, ну, как бы собирала некую для себя там картину более-менее понятную. Если у вас адекватные разработчики, а мне, фу, везло всегда на адекватных разработчиков, они сами, отвечая на эти вопросы, уже увидят, ну, как бы куда лучше пойти. Вот. Так, личностные конфликты. С личностными конфликтами сложнее. Ну, у меня была ситуация, когда я рассаживала разработчиков, работающих над одним проектом. Ну, просто как в школе. Так, значит, Петя сядет здесь, Вася сядет здесь. И пусть они сидят подальше и просто общий код пишут. Ну, у меня нет рецепта, как разруливать личные конфликты, ходить разговаривать, договариваться. Но если возникает личный конфликт, самое главное, что нужно сразу сделать, это смириться с мыслью, что, возможно, ты его не разрулишь. И, возможно, тебе придется выбирать. Это тяжело, но лучше сразу это держать в голове, тогда потом будет легче. Немножко добавлю к этому вопросу. Вы чаще лично, ну, такие вот проблемы сами пытаетесь в команде разрулить, ну, как более старший, да, там, товарищ, более, ну, так вот. Или же вы, ну, говорите, вот, ребят, ну, это лично вы должны там сами разобраться. Ну, обычно, не, ну, как бы, мое, опять же, личное мнение, возможно, оно неправильное. Мне кажется, что если в продуктовой команде возникает какой-то конфликт, то менеджер в этой команде, неважно, там, product manager, project manager, ну, вот какой-то менеджер, который… Нет, давайте не так. Человек, который в этой команде исполняет роль менеджера, не может оставаться в стороне. Он должен вмешиваться чем раньше, тем лучше. Вот. Ну, и, соответственно, если в команде, в которой возник конфликт, есть менеджер, есть человек, который выполняет роль менеджера, то, конечно же, он этим занимается. Ну, это правильно. Ну, если я буду лезть в конфликты в каждой там команде, то это уже, ну, такой, с моей стороны микроменеджмент получится и недоверие к своим людям. Вот. Я вспомнил про приложение. Вопрос. Как грамотно разделить работу над оперативкой? Срочные задачи, которые нужно сделать сейчас? Сейчас отработай по плановым задачам. В случае ограниченных ресурсов какая-то команда уже занята. Нужно лучше планировать. В общем, у нас принято… Я пропагандирую историю с квартальным продуктовым планированием, в рамках которого вы вы как минимум 20% времени оставляете на баги. У нас просто медиа в основном. И 20% времени мы оставляем на баги, 20% времени мы оставляем на срочные коммерческие задачи. Соответственно, оставшимися 60% времени можно уже планироваться. А то, что вот оставлено, это все как раз уйдет на мелкую оперативку. Кать, привет. Спасибо за доклад. Вопрос такой. У вас много продуктов. Наверняка есть интеграционные всякие истории. О, да. Вот. Соответственно, у меня вопрос такой. У вас есть интерпрайз-архитекторы какие-то, которые вам весь ландшафт как бы причесывают, и к которым можно пойти, и которые будут всем техническим специалистам говорить, как нужно делать? Есть ли у вас такой человек, или если его нет, то как вы справляетесь с синхронизацией технических команд в этом смысле? Очень хочется, чтобы эту роль выполнял выделенный человек, но нет. Опять же, роль такая есть. Эту роль выполняет технический директор. Ну, или там технические директора, ну, если речь идет о разных бизнес-юнитах, у которых своя структура. Ну, они как-то разговаривают, да. Взрослые люди. Вот. Еще вопросы? Привет. У меня такой вопрос. Ты сказала, что планируете поквартально? Как у вас происходит оценка задач? То есть, насколько вы их детализируете, и как вы приходите к задаче, к команду? И еще второй мини-вопрос. Часто ли вы попадаете в эти оценки? В оценки мы начинаем попадать примерно к третьему кварталу. Ну, в смысле, вот новая команда, собранная к третьему кварталу, начинает нормально попадать в оценки. Ну, так, плюс-минус, 7-8. То есть, понятно, что сначала они притираются, идет калибровка. По поводу того, какие задачи попадают. Конечно, опять же, в неком идеальном мире мы стремимся к тому, чтобы продукт и дизайнер шли с опережением. То есть, к планированию квартала, например, уже были проработаны продуктовые требования и даже нарисованы какие-то дизайны для того, чтобы разработка могла более точно оценить задачи, которые мы берем. Так бывает не всегда. Соответственно, просто задачи, которые проработаны лучше, ну, они более с точной оценкой идут, а задачи, которые проработаны хуже, мы обсуждаем совместно с… У нас, в принципе, планирование идет совместно с разработкой. Мы обсуждаем вместе с разработкой и ставим какую-то оценку плюс-минус реалистичную. Ну, или, я не знаю, погуглите метод бобука-бацака. Можно так тоже делать. Вот. В общем, мы стараемся, оно получается. Но не сразу. Притираться приходится. Катя, наверное, вопрос. Вот. В ту же тему про планирование. Если разработчиков, ну, как минимум в Яндексе, понятно, как планировать там более точные оценки и чаще попадаем в спринты, то по дизайнерам было всегда проблемнее, потому что задачи более абстрактные, и часто, пока мы не ввели некие процессы на улучшение, тоже покапились. Как вы планируете дизайн, и как вы вот работаете с тем, чтобы дизайнер мог точно сказать, что эту задачу он будет делать там три дня, а не пять? Мне опять повезло, наверное. У нас очень сильный, ну, сейчас у нас очень сильный руководитель отдела дизайна, Саша Ермоленко, возможно, ты ее помнишь. Она тоже была когда-то в Яндексе. Вот. Ну, и с этим помогает она, конечно. Вообще, ну, по опыту, вот, я не знаю, кажется, что, ну, в общем, как продакт может облегчить эту штуку? Он может писать более классные подробные требования. Вот. Ну, если у дизайнеров есть какой-нибудь руководитель, вот, я не знаю, Саша, например, наверное, может рассказать, как он оценивает задачи, которые прилетают в его дизайнеры. Ну, смотри, давай по-другому попробую поставить вопрос. Разработчики у вас оценивают задачи в сторипоинтах или в чем-то подобном? Ну, я прошу их все-таки в днях это делать. Вы на планирование оцениваете, у вас есть ли процесс планирования или оценки задач для дизайнера, который происходит, например, не в момент планирования спринта, а где-то за пару недель до этого, чтобы как раз смотреть вперед, формировать свой горизонт? У нас обычно это происходит так. Продакт приходит ногами к дизайнеру, ну, или в джиру, но еще и ногами. И объясняет, ну, рассказывает про задачу, и они вместе решают. На самом деле, когда речь идет про дизайн, есть две стороны медали. Время, которое нужно для того, чтобы сделать эту задачу, это одна история. И время, которое нужно для того, чтобы сделать эту задачу с достаточным качеством. Ну, потому что дизайнер, любой элемент интерфейса может вылизывать бесконечно долго. Соответственно, то есть, ну, как бы задача примерно оценивается, и вы договариваетесь, какой уровень качества вам нужен в этот раз. Вот. Бывает, что уровень качества нужен, ну, там, высокий, когда речь идет прям про какие-то, ну, точечные конверсии, ну, вот прям про тонкие такие вещи. Тогда мы, ну, готовы пожертвовать сроками ради того, чтобы действительно там все вылизать, все проверить, и вот прям, чтобы было идеально. А иногда, ну, лучше, чем нормально, не нужно. Вот. И мы просто договариваемся о каком-то сроке, когда мы получим, ну, какой-то приемлемый результат. Крутяк, последний вопрос. Он из приложения, он там по-другому немножко звучал, я его упрощу. Какую одну книгу ты посоветуешь по продакт-менеджменту почитать, вот твой топ-один? По продакт-менеджменту? У меня тут просто про планирование спрашивает. Я думаю, может, доклад про планирование? Нет, 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 там точно про продакт-менеджмент. Слушайте, а давайте я не буду посоветовать то, что все обычно советуют. Есть книжка, которая мне ужасно нравится, она называется Shipping Greatness. Я не уверена, что она есть в русском переводе, я давно не проверяла, но я думаю, что английский вы, в общем, осилите. Она очень практическая, она такая, знаете, делай раз, делай два, делай три. Вот, я ее люблю. Shipping, ну, как доставка, да, и greatness, как, ну, от слова… Величие, да. Окей, супер, спасибо, Катя, давайте похлопаем. Если что, по нику, теку, нова, меня можно найти вообще везде. Я до понедельника тут, так что все вопросы. Только что подписался на ней в инстаграме, да, это правда. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok